Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. На Урале произошла довольно загадочная история. Пропала женщина. И через полгода пришло сообщение с её телефона, смс-сообщение. Я в аду. То есть полгода ни слуху, ни духу, что называется. И тут приходит сообщение мужу, бывшему мужу. Я в аду. Вот что пишут СМИ. В Екатеринбурге полгода ведутся поиски 38-летней женщины, родные, уже теряли всякую надежду увидеть свою родственницу. Как вдруг она прислала тревожное смс своему мужу. Вот что она написала. Я не могу говорить, я в аду. Помоги. Если узнают, что я тебе или кому-то пишу, убьют уже завтра. Пишу тайно. Завтра после 9 утра постараюсь тебе позвонить. Можешь забрать меня? Пришло вот такое сообщение от жены. Пропавшая женщина по имени Анастасия родилась и выросла в Омске. Вышла замуж, родила ребенка, но семейная жизнь не сложилась. После развода она с дочерью переехала к матери. Вскоре встретила мужчину и переехала жить в Екатеринбург. Оставив дочь с матерью Натальей. Знакомые супругов утверждают, что они злоупотребляли алкоголем. Анастасия редко... Алкоголь-то буквально не вредит здоровью. Анастасия редко звонила матери, поэтому Наталья не беспокоилась о дочери. Муж Анастасии скрывал от нее исчезновение жены, рассказав о случившемся только через 3 месяца. То есть, мать не знала, что дочь пропала. Редко созванивались. Уехала в другой город, дочь оставила на мать. Попивали, видать. И вот она пропала. И через полгода пришло вот такое сообщение. Я не могу говорить, я в аду. Помоги. Если узнают, что я тебе или кому-то пишу, убьют уже завтра. Пишу тайно. Завтра после 9 постараюсь тебе позвонить. Можешь забрать меня. Интересно, позвонила она или нет. Ну, интересный момент еще. Если очень... Знаете, если она пишет тайно и в аду, то уж очень как-то пишет, скажем так, много. Вот смотрите. Если узнают, что я тебе или кому-то пишу, убьют уже завтра. Пишу тайно. Ведь и так понятно, что она пишет тайно. И так понятно, что если узнают, что она пишет, и ее убьют, так понятно, что это тайно делается. Поэтому вот это уточнение. Пишу тайно. Очень интересно. Зачем? Значит, как будто человек сидит и вот просто придумывает текст, думает, как написать так, чтобы заинтриговать больше. В основном, конечно, пишет, например, быстро, если где-то находится действительно в какой-то очень сложной ситуации. Я в аду, постараюсь позвонить, забери меня, чтобы дать знать, что жива. А здесь как-то прям целое, знаете, такое эссе небольшое. Но, тем не менее, друзья, будем смотреть, что будет происходить. Вообще, очень интересно, где она находится через полгода. Полгода, почему она не могла написать. Друзья, может быть, вы знакомы с этой историей. Пишите в комментариях, что думаете на сей счет. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочку в закрепленном комментарии, в описании видео, для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал Будда Гришна. Новости все из разных источников в одном месте. Фото, видео, материалы. Новости 24 на 7. Телеграм-канал Будда Гришна. Новости. Политика с моими комментариями. И напомню, что вчера вышел второй выпуск на моем новом канале Будда Гришна на Рутьюб. Кто устал от Киркоровых Пугачевых, чистая политика на канале Рутьюб. Будда Гришна. Смотрите, подписывайтесь, друзья. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.